Я сегодня неожиданно даже для самой себя привезла вас в ботанический сад острова Вайт. И сегодня у нас 10 февраля 2022 года, а температура плюс 21. Фантастический день, и мне захотелось провести его в фантастическом месте. Поэтому сегодня давайте мы с вами просто погуляем и посмотрим всю эту красоту. Друзья, конечно же, я предлагаю вам перейти на большой экран, потому что смотреть на смартфоне такую красоту вы, ну, наверное, не получите максимум удовольствия, которое здесь можно получить. Погода дает возможность цвести всем цветам. Здесь у меня такое складывается впечатление, что остров Вайт, он почти, наверное, сейчас похож на лазурный берег для меня. У меня вот такие вот сравнения невольные возникают в голове. Я помню, как на лазурном берегу, когда я там была в январе месяце, мы гуляли по парку кактусов, и там цвела мимоза, и там цвели нарциссы, и там странным образом я первый раз увидела, как цветет алоэ. И вот здесь алоэ точно так же расцветает, но невозможно даже, наверное, это представить себе было раньше для меня, что в туманной Англии можем мы встретить всю эту красоту. Не удивляйтесь, что я показываю на таком узеньком экранчике этот чудесный столетник, потому что, знаете, получилось так, что я настолько увлеклась и стала посылать все эти видео своим друзьям, показать, как здесь цветет алоэ. Вряд ли кто-то еще и видел, что я забыла на большом экране его снять, у меня остался он только вот такой малюсенький экранчик. Но согласитесь, друзья, что это просто какие-то фантастические события, которые не укладываются в голове. Ну и дальше я хочу с вами пройти, показать, что здесь у нас цветет и как здесь выглядит вот этот грандиозный ботанический сад, который, наверное, на протяжении целой мили вдоль побережья океана здесь расположился. Это город Вентнер. Некоторые цветы для нас с вами известные, такие как вот эта замечательная камелия, а некоторые настолько экзотические, что я даже их и не знаю. Ну вот, удивила меня также гортензия, которая здесь набирает цвет странным образом. Посмотрите, хотя основная гортензия на острове, она уже давным-давно отцвела и засохла, а здесь, пожалуйста, какой-то новый вид. Или, может быть, здесь у них другой климат, в отличие от всего острова, потому что встречаются также и сухие шары вот этой гортензии. Кто-то очень красиво расположил здесь все эти дорожки, все эти мостики, вот гроты такие красивые. Вы даже видели, мы проходили там такой камень старинный, огромный, с надписями, как бы показывает, как течет время здесь, и как раньше настенные эти наскальные надписи делали первобытные люди. Все это приближает все больше и больше нас к первоисточнику, к самой Матушке-Земле. Здесь я нашла не очень такую красивую мимозу, но вот она здесь тоже есть. Ну и в огромном количестве здесь, конечно, пальмы. Пальмы настолько все разные, что даже я, наверное, и не представляла, что много столько разновидностей этих пальм. Ну а это центральный фонтан, красивый, огромный и тоже старинный. Ему около ста лет. Здесь обычно золотые рыбки, здесь обычно очень много водяных лилий расцветает летом. И вот досточки стоят специально для черепах, которых здесь в огромном количестве тоже летом можно встретить. Ну а сейчас это все на зимовке спрятано. А еще я специально вам хочу показать, как по закону подлости у меня и получилось, что вот закончилась зарядка у моего стабилизатора в самом ответственном и в самом красивом месте, друзья. Вы знаете, бывает и такое. Я, конечно, могла бы убрать вот этот такой вот казус, который случился. Но я вам просто показываю, почему мне пришлось не до конца с вами погулять по ботаническому саду в Вентнере. Я перешла в парк. Это тот же самый день. Но это уже съемка была сделана раньше, когда все еще было в порядке со стабилизатором. Вот, друзья, когда делаешь съемку целый день, то можно столкнуться и с такими тоже проблемами. Но, по-моему, мы здесь с вами совершенно не останемся разочарованными. Даже по обычной улице гуляя, я нашла для вас вот такие тоже экзотические садики у людей. Экзотические дворики и фонтан. Посмотрите, какая прелесть. Это все просто у людей в саду. Город Вентнер для меня остается одним из самых красивейших на острове Уайт. Ну и я думаю, вы знаете, друзья, так получилось, что я уже дважды была в ботаническом саду. И дважды у меня съемка до конца не получилась. Поэтому я думаю, что здесь Бог любит Троицу. И обязательно в третий раз уже летом я побываю с вами там опять. Ну, а мы еще посмотрим немного вокруг эти улицы шикарные и эти шикарные усадьбы. Что-то вылезет красивее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!